Статья под названием «Оппозиция» и так называемая «Оппозиция» появилась на странице Николая Платошкина. Вот что он пишет, цитирую. Многих удивляет злобное, ну прямо-таки варварское отношение власти к доктору исторических наук, дипломату, автору 18 книг Платошкину. Надуманные абсурдные обвинения, 180 суток без прогулок, реанимация, советы следователей подавать ему еду на веревке в окно и так далее. Других оппозиционеров с гораздо более радикальными словесами никто не трогает, ну или трогают для вида, задержание на пару часов в полиции и штраф. Почему так? Ответим просто. Потому что с 1991 года до Платошкина никаких массовых политических оппозиционных организаций в России не было. Просто вот не было. А в движение за новый социализм за полгода вступило более 60 тысяч человек. Это по версии Следственного комитета. До Платошкина все так называемые оппозиционные партии в России или создавались по прямому указанию администрации президента, либо тесно координировали с ней свою многотрудную деятельность. Например, согласовывали списки кандидатов на любых выборах. Движение Платошкина истинно народное. Там нет гламурных оппозиционеров-словоблудов. Там простые люди физического и умственного труда. Скромные, честные, порядочные и интеллигентные. Сам Платошкин честен, равнодушен к деньгам и на него нет никакого компромата. Поэтому его пришлось арестовать. Надавить-то больше нечем. Движение за новый социализм самостоятельно. В этом, с точки зрения части недалеких людей в Кремле, его преступление. Вот ведь беда. Оно имеет вполне реализуемую за год программу. Оно намерено добиваться власти с законными путями. Но оно не намерено ползать на карачках перед властями, как все другие так называемые оппозиционеры. Поэтому в Кремле, ну точнее в его части, и возненавидели Платошкина. Как это? Он что там о себе возомнил? Без нас в выборах участвовать? Назад сидеть. Это, конечно, позиция части администрации президента, одной из пресловутых башен, заказавшей следственному комитету дутое так называемое дело Платошкина. Именно эти люди по глупости, ну или специально, такими методами подталкивают страну к социальному взрыву, не давая людям права голосовать на выборах за того, за кого они захотят. Конечно, есть в Кремле и неглупые люди, которые уже поняли, что делом Платошкина выстрелили себе в ногу. Что если Платошкина осудят и лишат таким образом возможности нормально участвовать в выборах, то на смену истинному патриоту России Платошкину придут совсем другие люди. С совсем иными методами борьбы. Скоро станет ясно, какая из башен возьмет вверх. Примерно 16 декабря. Если Минюст к тому времени не зарегистрирует социалистическую партию, учредительные документы там в полном порядке. То всем надо понимать, нормальная политическая цивилизованная борьба в России, к сожалению, завершилась. И ничего хорошего для нашей Родины это, увы, не сулит. Конец цитаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok